Разговор об этом продолжился на совещании в Доме правительства. Такая же ситуация сложилась и в Новочебоксарске. Изношенные теплосети держат напряжение два города. Даже сомневающиеся в эффективности концессионного соглашения признают, тянуть дальше нельзя. На самом деле вариантов решения проблемы не так уж много. Учитывая техническое состояние инфраструктуры теплоснабжения, необходимы масштабные инвестиции, которые возможны либо за счет кратного роста платежей населения за коммунальные услуги, либо за счет бюджетных вложений, либо стимулированию и поддержке частных инвестиций в данную отрасль. Рост тарифов исключается, бюджетных средств явно не хватает. Остается концессия. Компания Т-Плюс уже обратилась в администрацию города Чебоксары с частной инициативой взять в аренду объекты теплоснабжения сроком на 25 лет. На очереди Новочебоксарск. Здесь почти 80% теплосетей старше 20 лет. За 2020 год и за начало 2021 года произошло уже на тепловых сетях порядка 86 аварий. Износ очень большой, аварийность высокая, теплопотери большие. Если мы не найдем сегодня средства и возможности для того, чтобы модернизировать всю систему, то с каждым годом проблема будет только нарастать. Безусловно, правительство республики детально проанализировало ситуацию. Все обязательства сторон, взаимная ответственность будут зафиксированы в соглашении. Вот всю начатую работу довести до логического завершения. Ну и, конечно же, с учетом тех обстоятельств, о которых было сказано. Прежде всего, это оценить возможные риски. Выработать мероприятия по их нивелированию, недопущению, ну и, конечно же, их решению в случае возникновения этих рисковых ситуаций. Разделение ответственности, ну и, конечно же, вопросы контроля за этими процессами.